Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в компании Аквалога и познакомимся с новыми стойками, которые они выпускают для магазинов. Для магазинов. Поехали! Магазинам Аквалога уже много лет и за эти много лет мы испробовали очень много разных жизненных ситуаций, которые возникают в наших магазинах. Одна из них это металлические аквариумные стойки. Почему-то так повелось, что мы изначально выбрали размещение объектов с водой на металле. И со временем, так как магазину уже было много лет, это привело к тому, что металл просто разъелся. Особенно агрессивная морская вода разъедает металлические стойки очень быстро. И пришли к тому, что таких стойок хватает на 5 лет. Через 5 лет мы начинаем уже замечать значительную коррозию, особенно на морских объектах. И через 10 лет стойки приходят в негодность. Подсмотрев у своих зарубежных коллег и партнеров эту идею размещения на дереве, мы предприняли первый такой опыт и сделали магазин на Волжской полностью деревянным. И этот опыт оказался очень странным и рискованным на первый взгляд. Но вот уже 6 лет мы функционируем на дереве очень успешно. Поэтому, если вы магазин и вы вкладываетесь в стойки, вам нужно их как-то амортизировать в течение какого-то времени. И здесь у вас вложение будет не на 5 лет, а вложение будет на 10, на 15 лет. Может быть и больше, посмотрим, как они себя ведут. Но 6 лет на Волжской показало, что влияние воды на деревянные стойки практически минимальное. Особенно это приятно на морских объектах. Далее, с чем мы столкнулись. В работе магазина есть периоды, когда рыба продается очень активно. Суббота, воскресенье, пятница. И рыба же продается не одна сама по себе, а вместе с водой. И когда у вас аквариум локальный, он замкнут, туда вода не поступает и не уходит, кроме как вручную нужно залить через шланг, откуда-то с какой-то емкости взять, уровень воды падает. И падает иногда бывает очень сильно. И так как аквариумы локальные, бывает и помпа завоздушивается, и проблема с воздухом, и с содержанием, в общем, целая вереница проблем. Это означает, что отдельный специально обученный сотрудник должен где-то взять шланг, залить воду, проследить, чтобы она не перелилась. Если его кто-то отвлек в этот момент, то мы получаем еще и дополнительный потоп в магазине, дополнительное время на его устранение. Эти стойки умеют автоматически доливать воду, более того, автоматически подменивать воду. В этих модификациях стоек вода поступает из водопровода прямо в аквариум каплями. Две капли в секунду это где-то 60 литров в неделю. Поэтому объем подмен воды идет очень плавным образом, и даже водопроводная вода в обычном своем режиме, она не оказывает токсичного воздействия на рыбу. Проблемы бывают при таком подключении в межсезонье, когда водоканал начинает чудить и добавлять в воду всякие реагенты. Мы иногда обнаруживаем в эти сезоны до 0,5 аммония в воде. Поэтому тут, конечно, бывают проблемы. Но эти проблемы решаются отключением и немножко переждать. И вода, поступая в аквариум, вода отводится через коленца прямо в канализацию. Коленца поддерживает уровень воды и работает очень исправно. У нас не было случаев, когда кто-то туда что-то забил. Были случаи, когда ряска забивала этот слив. Но размещение там небольшого кусочка губки делу помогает. Крупнопористая губка, ну здесь у нас мелкопористая губка, она предотвращает попадание рыбы и всякой плавучего мусора. В остальных случаях проблем не было. Более того, это мы решили проблему с доливом и с подменой воды. В аквариумах магазинных мы вынуждены поддерживать высокую плотность рыбы. Эта высокая плотность рыбы, естественно, требует кормления. Голодная рыба, слабая рыба, рыба подверженная болезням и рыба подверженная умиранию, что самое неприятное в аквариумах клиента. Поэтому здесь должна быть предусмотрена система биофильтрации. И она здесь предусмотрена. Помпа, которая работает на каждый конкретный аквариум, протаскивает через большое количество наполнителя. Здесь от 3 до 5 литров наполнителя может быть помещено губка, керамика, синтепон, уголь. Все это здесь хорошо размещается. И есть пространство для размещения нагревателя. Протягивая через биологические наполнители, она выпускает через стерилизатор в противоположный отсек воду. Этим самым поддерживается качество воды и отсутствие аммиака. Аммиак это наш первый враг при работе с большим количеством рыбы. Аммиак портит рыбу просто на раз. И все будет хорошо, но будет у нас аммиак или нитперит. И с рыбой ничего хорошего не будет. То есть, мало того, что это стойка долговечная, она умеет доливать и подменивать воду. Она еще умеет обезвреживать аммиак очень эффективно. Кстати, небольшой слой грунта внесет свою лепту в это дело. Потому что на грунте фракции 1-3 мм поселяются полезные бактерии, которые обезвреживают аммиак в том числе. И каждый отсек здесь снабжен выходом компрессора. Это обеспечивает дополнительное движение воды, дополнительный обмыв этих частичек населенных бактериями и дополнительную стабилизацию. Плюс все-таки дополнительное перемешивание и контакт с воздухом это страховка на случай чего-нибудь. Если помпа встала или мы обслуживаем в данный момент аквариум, поэтому компрессор здесь включен в стойку. Очень интересная стойка. Скажи, напоследок, где ее можно заказать? Ее можно заказать через наш сайт aqualogo.ru. Там есть все контакты. Телефон... Телефончики я оставлю в описании под этим видео. Да. Вы звоните по телефону и вас консультируют по этим стойкам. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за то, что смотрите канал Пар Аквариумистика в Ютубе. Но я хочу вам напомнить то, что видео есть не только здесь, не только в Ютубе, не только в Инстаграме. Теперь мы также еще есть в Яндекс.Дзене. И, конечно же, мы никогда не уходили с платформой ВКонтакте. Поэтому, если вдруг что-то случится с Ютубом и с Инстаграмом, обязательно приходите в ВКонтакт и Яндекс.Дзен. Также в конце, под этим видео, я оставлю ссылки на группы ВКонтакте своих близких друзей и товарищей. Это Скалярики, Green Art Moscow и, конечно же, Aquaman. Так что не теряйтесь, оставайтесь всегда на связи. Всего доброго и до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»